Продолжение следует... Переходим к второй части нашего занятия. У юристов есть одна проблема. Проблема связана с двумя антиномичными правилами. Антиномичные, то есть с противоречием. Двумя противоречиями. Первое правило гласит следующее. Зачем вот так вот все выстроено? А выстроено следующим образом. Что выше, то сильнее. Что это значит? Это значит, если в федеральном законе есть какое-то правило, которое противоречит Конституции, что мы будем применять? Конституцию. Это называется первое правило иерархичность нормативно-правых актов. Для этого они выстраиваются в систему. Но, есть второе правило. Правило гласит так. Частное отменяет общее. То есть, есть общее правило. Ну, например, нарушать ПДД нельзя. А есть правило? А если чрезвычайная ситуация? Я супругу везу в роддом. Урожаю это все. И я 60 км в час. Я же могу нарушить. Это же исключение. Исключение. Исключение отменяет общее. Закон это исключение. И значит, он может отменить общее. Подождите, пожалуйста, руку, кто не понял, нерв проблемы. В чем проблема? Да, пожалуйста. Дело в том, что кроме вас, якобы, все остальные поняли. Я прошу обратиться к любому, чтобы он вам разъяснил. Марк. Если я правильно понял, то проблема в том, что когда именно мы можем отменить? Вот именно. Когда именно можно отменить частное предприятие? Просто надо говорить, все. Ответ окончен. Потому что почему-то большинство людей не ставят точку в конце. Вам понятно? Нет. Неожиданно. Спросите у другого. В чем проблема? В какую проблему проблема была поднята? Хорошо. То есть, ну, оказалось так, что среди всех вы были один честный. Ну, сейчас посмотрим. Подождите, пожалуйста, руку, кто понял проблему, которая была поставлена. Пожалуйста, выберите из тех, кто понял. Это не закононервность. Один честный и один понял. Да, пожалуйста. То есть, в каждом правиле есть исключение. Я так это понял. Угу. Ну, глазочек. Ответ закончен. То есть, ну, как Вы говорили. ПТД, допустим, правила нарушать нельзя. Но есть исключение, допустим, критические. Допустим, человека при смерти везешь в больницу. А, соответственно... Разве это прописано? Скоро. Ну, ты везешь его, он у тебя в машине лежит, призывается... Ты можешь нарушить это правило. Так как, если ты будешь действовать по правилам, то умрет человек из-за этого. Вот. Давайте, хорошо, я еще раз объясню. Идея такая. Юристы, давайте я через практику. Два юриста. Одному надо посадить, другому оправдать. Один говорит, в соответствии с конституцией оправдать. Другой говорит, в соответствии с законом посадить. Кто выиграет? Кто выиграет? Кто выиграет? Кто выиграет? По одному правилу, закон это частное. Это, ну, как бы, специальный случай. И потому победит тот, кто ссылается на закон. А другое правило говорит, конституция выше юридической силы. И, значит, победит тот, кто сошлется на конституцию. И вопрос такой. Проблема такая. Какую юристы выиграли? Который сошлется на конституцию или сошлется на конкретный закон? Да. То есть, я так понял, при частном случае, в законах идет трактовка этого закон, как бы, с расшифрованием. Более подробно. В конституции общее положение сказано. То есть, юрист, который делает ссылку на конституцию, по идее, должен выиграть. Ну, это мы сейчас определимся. Давайте я вот еще раз, третий раз прислоню. Представьте себе, это такой экран монитора, это гиперссылка. Конституция, это гиперссылка. Вот такая, раз так, стрелочка, раз ладошка появляется. Вы нажимаете, и раскрываются законы. Законы, конституция, это как вот одна строчка, гиперссылка. А законы толкуют, раскрывают. И проблема в том, что если при раскрывании они противоречат этому, что должно применяться? Вот это раскрывание или вот это? И сейчас мы с вами определимся. Итак, ну, сейчас давайте по практике в конце. Я сам не понимаю. Итак, статья 31 Конституции гласит следующее. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Второй источник. Закон так и называется. Закон Российской Федерации о собраниях, митингах и демонстрациях. Где написано, что митинги и демонстрации должны согласовываться. И муниципалитет может отказать в согласовании. Я прошу вас у себя в тетради написать одно из двух слов. Как вы думаете, что в данном случае должно быть применено? Конституция или закон. Т.е. одно из двух. Конституция или закон. Тридцать секунд набор. Да. Что там в практике или просто абстрактно в общем, как по моему мнению? Ну исходить из того, что потом это будет публично рассмотрено. Поднимите пожалуйста руку, у кого в тетради записано одно из двух слов. Конституция или закон. Хорошо. Теперь я вас прошу в течение минуты аргументировать свой ответ. Написать одно короткое предложение. Например, Конституция, потому что. Закон, потому что. Иметь контекст статья 31 Конституции. То есть выборы, то есть демонстрации, митинги. Конституция говорит, имеет право нервно собираться. Закон говорит, надо согласовывать. Нет и нет. Назваживать страд最後. Закон. Там. 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 У bilмя. Ураг. Спасибо. Итак, время истекло, я прошу поднять руку того, у кого не записана своя позиция, эта позиция называется, по следующему вопросу, что в данном случае высшая по юридической силе? Конституция, которая говорит, легко, верно, можете собираться где угодно, или закон говорит, сначала спросить надо? Оно можно сказать? Нет. Хорошо. Тогда я прошу от Романа ближний второй ряд. Трое, да? Вы уже были, да? Ну, как раз. Я прошу озвучить свои позиции. Задача аудитории выбрать одну, самую, вот это, вот это, да, самая такая классная. Пожалуйста. Как вы думаете, какой будет мой ответ? Нет. Ответ будет да, потому что они в пессимии. Пожалуйста. Что вас смущает? Ну, я написала закон, я не могу объяснить это. А, вы не выполнили вторую часть задачи? Да. То есть у вас нет аргумента? Нет. То есть ты выйдешь на меня замуж? Да. А почему? А вы говорите, ну, просто так. Без аргумента. То есть я правильно понимаю, что у вас появляется аргумент? Да или нет? У вас появляется аргумент? Да. Запишите, пожалуйста. Я даю вам 30 секунд для того, чтобы записать этот аргумент. Не-не, давайте ей дадим время. Есть? Огласите, пожалуйста. Ну да, потому что в гардеробной так написано. А что нужно у вас записано. Подождите, а два записано? Да. Что у вас точно записано? Да? Господин . Заргумент так написано. Роман, посмотрите у него записано. Роман, посмотрите у него записано. Потом он смотрит на меня и, 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 и говорит, что у него записано. Хорошо. Все это так? Хорошо. Созра cluesi. и третья позиция закон, потому что закон можно дорабатывать и корректировать институт на бескоточной экране итак, я прошу аудиторию выбрать одну из самых лучших позиций что? ааа, синдром отличника подвините руку, кому необходимо повторить чью-лию позицию да, хочу повторите, пожалуйста, вторую позицию пожалуйста, человек с вами или вторая позиция закон, потому что это принимаемый в особом порядке обладающий высшей лимитической силой и нормативы права вы не понимали вам тоже повторить чью-лию? все подвините, пожалуйста, руку, кто не выбрал позицию что случилось? ну потому что на мой взгляд у них ответы ну они попытались задать определение слова закон а не рассмотрели на конкретном примере правильно я перевожу так все фигня и у этого не так и у этого не так и у этого не так ну все, но они последние большие но дело в том, что необходимо иногда не надо выбрать ну да ну вот у меня что есть, то дает больше не нужно не подчинять надо выбрать из того, что есть сможете выбрать из того, что есть? честно? а если брать? а если брать? то есть не брать выбрали? хорошо подавите руку, кто не выбрал один из трех гениальных ответов один самый лучший но имеется ввиду он вообще не идеальный но лучше, чем другие снизьте план ну получше получше да и я не выбрал почему? потому что у меня вообще свое мнение знаете куда вы свое мнение? отложите свое мнение и представьте себе адвокат приходит в процесс а у него клиент ты ты сволочь такой а что он говорит ты этого коза не буду защищать и что? просто отложите свое мнение поработаете с ним а потом его заберите пересчитывая деньги и говорите вот собака можете выбрать? что не можете отложить свое мнение свое мнение свое мнение могу отложить откладывать откладывать ну я отложу но все это за это я просто не могу с твоей церкви согласиться мнение отложить подождите у вас скорее всего у вас противоположная позиция нет такая же только я по другому только аргументы другие да ну отложите себя у вас смотрите что есть проблема в следующем знаете у меня такое часто бывает я знаю знаете ли вы нет но я гений гений у меня вообще такие статьи классные все и представьте себе я вот с этим со своим гением перед лицом буду ходить результат будет следующий а я не буду видеть других да это все фигня я гений а это все фигня но если я буду себя считать таким всегда а не только ночью вечно то я просто не могу ничего получить нового ну попробуйте отложить себя вот представьте что там вот тоже есть ну ну что то такое вот какой то какой то смысл все я понял хорошо решили подавите пожалуйста руку кто не выбрал одну из трех самую лучшую позицию пожалуйста я прошу огласить вам у вас свою позицию закон потому что так записано закон потому что так записано написано или записано закон потому что так написано поднимите пожалуйста руку кто считает что эта позиция 1 2 3 4 5 6 7 8 вы за себя будете голосовать нет у вас анти он считает что он гений а вы считаете что вы не гений так сколько 8 да вы пожалуйста пожалуйста вы знаете на основе в порядке обладающей высшей энергетической силой нормативно твоей армии поднимите пожалуйста руку кто выбрал эту позицию как верную 1 2 3 4 вы за себя будете голосовать вы за себя будете голосовать 5 ну можно я вас научу себя любить пожалуйста закон закон потому что закон потому что закон можно дорабатывать и корректировать в конституцию нельзя корректировать так а вы не поменяли свою базису в случае поменяли то же самое по первой не это ставьте себе судья говорит 5 лет не знаю 10 лет сейчас перепутать как было как было потому что законы можно дорабатывать и корректировать в конституции на то что все точно и правильно все у него такое а первый закон поднимите руку кто выбрал эту позицию как самую лучшую 1 2 3 4 5 6 хорошо поднимите руку кто не 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 голосовал причина поднимите руку кто не голосовал причина я не смогла поднимите руку кто не голосовал причина с этими плебеями все таки согласится а так он останется гением как и я но дома и так надо выбрать тогда второе 5 6 7 и так у нас победила первая позиция еще раз ее огласите поднимите давайте как она небольшая зафиксируем закон потому что там слово есть да есть закон есть там ну слово нет закон нет закон почему потому что так написано по-моему там было так там написано как у вас записано итак есть конституция российской и закон о митингах и демонстрациях они противоречат друг дружу что необходимо применять на практике юристов закон или конституцию позиция такая закон почему почему закона не конституция так написано поднимите пожалуйста руку кто не понимает эту позицию вообще не понимаете знаете так может быть так например я не понимаю почему ты такая дура но это не вопрос это знаете это утверждение вы понимаете или не согласны ну так написано как так написано ну вы понимаете что на митинге то что там написано что нужно собираться вот да марк просто выключил у вас мышление то есть я хотел его разлить а марк говорит хватит все я тебе сейчас подскажу поднимите пожалуйста руку кто не понимает эту позицию ну кто не согласен ну кто не согласен кто не согласен сейчас прошу оля выберите видите я прошу держать чтобы руки что я не знаю выберите там еще оппоненты себе оппоненты кто вам будет оппонент вы не согласен вы не согласны скажите так значит это неправильный закон я так понимаю это корректно да нет да оля вы понимаете да ну что вы понимаете как она критикует почему вы думаете что это не неправда ну потому что как я понимаю наше институт не закон не творится закон ой сейчас узнаем это корректно это ваша я не знаю что она сказала но она корректно сказала нет это не мое оля спросите у любого оля любого спросите вы не правильно поняли она не легализировала спросите у любого что как она критикует вас Марк как она меня критикует в качестве в общем и вообще ты говоришь что так написано в законе да она говорит так написано в конституции это ваше она говорит нет поля спросите еще у кого она говорит нет поля спросите еще у кого ну как я понял суть в том что конституция просто оглавенствует над законом и ну суть была в том что мнение ошибочного мнение оля ошибочного павел как вы думаете могла она так критиковать оля говорит неправду точка ну могла но она не в том состоянии она аргументирует почему ну я не поднимал руку что я понял поднимите пожалуйста руку кто понимает эту критику паша к паше вылезаем потому что он не понял владлена кто понял владлену поднимите руку пожалуйста оля спросите кто понял владлену из тех кто понял владлену максим я понял почему максим вы понимаете да в чем критика владлены владлена сказала что как бы если по иерархии закон стоит ниже конституции то закон не может быть а лена говорит я не слышу прости если закон по иерархии стоит ниже конституции то будет работать конституция а не закон все правильно вы потом вот на камеру послушайте что вы сказали о том который первоначально и как вами легко манипулировать вообще ну ты же сказала та что здесь ты еще не должна ты же не помнишь хорошо оля то есть вы легализируете да оля вы понимаете критику нет потому что владлене нет своей слова А, значит, вы понимали тогда, что вы, а потом притворили, что не понимаете. Давайте так, Владимир, давайте я попытаюсь, как я вас понял, первоначально. Вы сказали так, ну и что, что записано? Записано может быть и неправда. Например, в Конституции, ну там я доставляю итог, в Конституции тоже записано, но так как она выше по иерархии, там записано правду. А здесь ошибка. Что, разве не может быть написанной ошибкой? Может быть, так записано. Ошибка записана, говорит Владимир. Примерно так? Да. Оля, вам понятно? Да. Что аргумент так записан, давайте я сейчас запишу. Вот, не всегда, то есть там может быть ошибка. Вы согласны с этой критикой? Да. То есть вы снимаете свою позицию? Да. Ну, я называю так эту ситуацию, Оль, называю так эту ситуацию, мой клиент педофиль. Мой клиент педофиль. Представьте себе, адвокат защищает человека, выслушал речь прокурора, говорит. О-о-о-о. Уж выдафил. А я что здесь делаю? Где такая вот, если вы сможете свою позицию все-таки настоять, то было бы хорошо. Вы бы развили у себя компетенцию отстаивания своей позиции. Можете защитить свою позицию? Нет. Ну, как вы думаете, в вашей профессиональной деятельности необходимо будет уметь отстаивать свою позицию? Да. Вы хотите научиться отстаивать свою позицию? Да. Отстаивать. Начните прямо сейчас, потому что шансов точно больше не будет. Только на следующей неделе. Хотите отстоять, научиться? Ну, напрягитесь, что не так? Так, я прошу без адвокатов. А может, адвокаты? Оль, вы хотите сами научиться или хотите, или у вас всегда будут адвокаты? Они же не вечные, она может умереть, например. Не умрет. Это как обещание. Она никогда не умрет. Пожалуйста. Сможете? Оля? Ну, как, Дима, стоять в законе, потому что в законе так написано. Она говорит, в законе ошибка. Какая ошибка? Она не видела в законе. Не видела. Да. Она может не видеть никакие гаргументы в ошибках. Ларина. Ларина, вы понимаете ее ответили? Я уже поняла, что... Она просит аргументы. Она просит аргументы. С чего вы взяли, что там ошибка? Она говорит, закон, умные люди пишут. Что это? Там целая дуба, где там? Сколько человек там? Конституцию тоже. Ну, вот. Она говорит, все, отстань своей конституцией. Она говорит, вот есть специальный закон. Она говорит. И там записано, что надо согласовывать. У вас есть доказательство, что они там ошибки? Воль. Я не услышала. А вы говорите так. Владлен, дай доказательство, что в законе ошибка. Ты не доказал. Там записано это. А покажи. Дай какое-нибудь доказательство, что это ошибка в законе. Так? Я вас... Да. Владлен, вы понятны? Угу. Вы согласны? Так, у меня доказательство. Пусть она доказывает, что там не ошибка. Паривает, сплаженно. Ну, здесь есть такое-такое правило. Аргументы предоставляет тот, кто заявляет тезис. Кто первоначально тезис заявил? Оль, вы понятны идеи? Аргументы должен приводить тот, кто заявляет тезис. Например, я могу сказать. Существуют зеленые человечки. А вы говорите, нет. А я говорю, а докажи, что нет? А? А? Значит, есть. То есть, Владлен, ну, с точки зрения теории аргументации, она права. Она спрашивает, у вас есть доказательство, что это не ошибка? У меня нет доказательства, что это не ошибка. Сдаётесь? Я сдалась давно. А вы же принимаете сдачу. Хорошо. Пожалуйста, кто может защитить позицию Оль? Оля, выберите себе адвокат. Андрей. Я адвокатский. Она, может быть, конечно, звучит не так, как Оля протектовала. Закон не могут утвердить, если он будет противоречить Конституции. Это, во-первых. Давайте, больше двух, одного не могу запомнить. Хорошо. Итак, один аргумент, какой? Закон... Так, ладно. А если они будут, как бы, через и... А, обмануть меня? Моё сознание не обмануть. Если больше двух, я одного и всё. В Конституции сказано, как общее предложение. Специально утверждённый закон даёт расшифрование этой статьи, которая указана в Конституции. Ссылка идёт с Конституцией на этот закон, когда идёт рассмотрение данного дела. Поднимите, пожалуйста, руку, кто... Ну давайте... Как вы думаете, вас скорее понимает или скорее нет? Скорее нет. Поднимите, пожалуйста, руку, кто понимает эту позицию. Отлично. Хорошо. Владимир, вы не понимаете? Я опоздала работу. Пора закончить сейчас уже. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok